Физики Так как я не против исследования космоса, то давайте разбираться в деталях, что же изменилось в международной системе измерения C. Я сейчас попробую объяснить все простыми словами. Попробую объяснить физический смысл системы C. Для начала нам надо взглянуть вот на эту вот схему из Википедии. Слева то, что было, а справа то, что будет со следующего года. Что же это за кружочки? Это 7 основных единиц измерения системы C. Для простоты я их подписал. Секунда, метр, кельвин, ампер, килограмм, моль и кандела. Понятное дело, что в природе таких величин попросту не существует. Все эти величины выдуманы человеком, чтобы человеку было удобнее работать с материей. Поэтому, чтобы привязать каждую выдуманную величину к реальности, использовали эксперимент или эталон, которым сравнивали, значит, эту величину с выдуманной величиной. Использовали, грубо говоря, реальный кирпич, чтобы фантазия не отрывалась от реальности. Так, для определения килограмма использовали эталонный кирпич из платины и иридия. Для моля использовали кирпич из углерода. Для кандела использовали горячий кирпич, свечку. Так вот, со следующего года физики решили заменить реальные эталоны кирпичей на цифры. То есть считается, что эталон настолько изучен, что нет необходимости его сохранять. Можно просто использовать запомненное число для вычисления эталона в любой момент времени. Это и солнце холид. Плезди, делай это. Звучит просто и понятно. Да вот как бы не так. Все равно нарисованная схема единицы измерения Си выглядит как зашкваренная наркомания. И почему же мы должны жить в одном мире с такими вот физиками, которые выдумывают такие величины? Что с этими всеми фантазиями нам хотели сказать? Но однажды кто-то обнаружил, что масса есть, крупица массы. Но масса есть масса, верно? Все не так однозначно. Чтобы не потерять физический смысл каких-либо измерений, необходимо начать с самого начала, с устройства материи. И вспомнить о том, что я рассказывал в 49-м ролике, что вся материя во Вселенной у нас состоит из времени, одномерных возмущений Г, температурно-плоскостных возмущений Т и трехмерной материи П-плотность. Таким образом, любое измерение – это определение, сколько в измеряемом объекте этих элементарных единиц материи. И первое, что нам потребуется для проведения измерений – это ввести меру для времени, меру для подсчета одномерных возмущений, для подсчета температурных возмущений и меру для количества частиц трехмерной материи. То есть определение количественной метрики я обозначен добавлением математического знака суммы. Таким образом, я сразу обосновал необходимость использования четырех базовых метрик. Достаточно ли нам этого? Нет, недостаточно. Опять же, используя ссылку на 49-й ролик, вот картинка оттуда, там, значит, благодаря наличию времени, у нас один тип материи может преобразоваться в другой. Поэтому необходимо давать еще три базовые метрики зависимости от времени. Это ΔG по ΔT – скорость передачи одномерного возмущения от времени. Ну и аналогично – зависимость температурных возмущений от времени и зависимость количества трехмерной материи от времени. Итого, как нетрудно подсчитать, мы видим, что нам необходимо ввести семь базовых метрик. Что же нам предлагает система СИ? Вот-то всем во Вселенной известно один великий космический прикол. Самая основная метрика системы СИ, с которой все начинается, это подсчет времени. Одна секунда. Откуда же ее взять, если изначально у нас ничего нет? Официально, одна секунда вычисляется из частоты смены энергетических уровней изотопа Цезия-133. Вот статья в Википедии. Что же такое Цезий? Это в моей терминологии 77-го ролика химический элемент пятого периода. Ну хорошо, значит, выбрали элемент и ладно. Но непонимание должно вызвать то, что у этого элемента есть какие-то энергетические уровни, и они еще умудряют часто меняться. В самой же Википедии этот эффект изменения энергетических уровней назван как необъяснимый феномен, который очень стабильно повторяется. То есть Википедия прямым текстом говорит нам, что у нас вся наука построена на необъяснимых феноменах. Еще больше путаницы в головах читателей добавляют то, что постоянно упоминается про какой-то изотоп, а не просто Цезий-133, а изотоп Цезия-133. Именно добавлением этого слова изотоп ученые пытаются уйти от ответа, что же происходит внутри атома, ведь изотоп – это когда у атома есть лишние или недостающие торы, и он их время от времени излучает или поглощает. То есть для изотопа атома в порядке вещей что-то излучает, но не в нашем случае. Легко выяснить, что Цезий-133 – это и есть основной Цезий, 55-й химический элемент, который ничего не излучает. Если бы он был изотопом, то излучал бы и менялся бы со временем, а значит был бы плохим эталоном для времени. Тогда откуда же взялась смена энергетических уровней? Первое, что можно предположить, что это изменение как-то связано с наличием внутри атома Цезия на настежне, о которых я рассказывал в 77-м ролике. То есть что в атоме Цезия происходит что-то аналогичное с феромагнетизмом. Но эта версия не подходит, ведь на нижнем уровне у Цезия всего 3 Тора, так же как у Лития. То есть никакого на настежне еще нет. А если эффект вызван на настежнем из Тора в предыдущих энергетических уровней, то тогда в качестве эталона времени можно было бы брать любой другой химический элемент третьего или четвертых периодов, где есть на настежне. Нет смысла было бы брать Цезий с 5-го периода. Таким образом версия с на настежнем не подходит. Всем кроме тебя, а ты не смеешься, потому что лопух. И остается единственный вариант построить гипотезу на том, что у Цезия, так же как и у Лития, на нижнем уровне вот такой вот треугольник из Торов. Что же мы знаем про Литий и треугольники? Как я отмечал в 111-м ролике, такие вот треугольники могут преобразовывать приходящее температурное возмущение в перпендикулярное. Что же за температурное возмущение приходит к находящемуся в покое Цезию? Это прежде всего гравитация. Гравитация из 49-го ролика, напомню, это всасывание температурных возмущений вниз. Таким образом, можно предположить, что как только температурное возмущение, уходящее в Землю, натыкается на атом Цезия, то происходит передача возмущения в бок, что и регистрируется нами как смена энергетических уровней атома. В пользу этой версии говорит еще и то, что одним из требований к атому Цезия при регистрации энергетических колебаний является нахождение его в температуре абсолютного нуля, 0 кельвинов, чтобы никакая окружающая температура не мешала регистрировать гравитацию. Удивление также может вызвать, что регистрируемых периодов аж 9 с лишним миллиардов раз в секунду. Неужели в один атом Цезия в секунду приходит столько гравитационных возмущений? Конечно же нет. Скорее всего, атомные часы не могут работать с одним атомом, а регистрируют возмущения с какой-то группы, с нескольких грамм или миллиграмм Цезия. Это уже сразу целые миллиарды атомов, которые дают общий вклад в регистрируемую частоту энергетических колебаний. Так или иначе, этот процесс регистрации энергетических колебаний атомов Цезия делается в течение целого года полного обращения Земли вокруг Солнца. Ну а далее усредняется и подгоняется под одну секунду, которую вычислили эмпирически. Вот, в общем-то, откуда и получается число 9 с лишним миллиардов периодов, которые определяют секунду. В итоге секунда является величиной чисто выдуманной и определяется лишь эффектом гравитации, который есть в Солнечной системе. И, скорее всего, в другой звездной системе будут получены совершенно другие числа для эталона времени. Завершили разговор про секунду и идем далее. Следующей по важности идет метрика количества трехмерной материи, то есть сколько молекул у нас в объекте. Тут, чтобы не тянуть в вычислениях кучу нулей, так как в обычных объектах очень много молекул и атомов, то взяли и придумали один моль, который базируется на числе Аввагадро. Это число 6 на 10 в 23 степени атомов. Может, что и наврали, но не важно. На схему, значит, я дорисовываю моль для измерения суммы трехмерной материи. Ниже идет седьмая метрика dp по dt – скорость изменения самой трехмерной материи, то есть количество трехмерной материи. В международной системе C для нее не существуют специальные метрики. И вот почему. Ведь, значит, количество атомов у нас величина безразмерная, а внизу идет время. Поэтому седьмая метрика – это не что иное, как величина полураспада атомов. Измеряется тем же временем, которое изобрели ранее и меняется в зависимости от разного типа атомов. То есть нет какой-то универсальности в полураспаде атомов. Ну, во всяком случае, пока. Поэтому для седьмой метрики я тоже ставлю время в секундах. С подсчетом молекул разобрались, переходим к подсчету температурных возмущений в объектах. Тут все не так однозначно. Так как температурное возмущение объект несимметричный, то в зависимости от разной окружающей среды может проявлять себя по-разному. Отсюда и два совершенно разных метода подсчета. Первый метод предлагает считать температурные возмущения через диэлектрик в газах путем объемного расширения. Так изобретается величина меры для температуры, равная одному Кельвину. Либо второй метод. Через проводник. При этом получается единица измерения в один Джоуль. Однако, как легко понять, и Кельвин, и Джоуль – выдуманные единицы для подсчета одного и того же. Поэтому международная система единиц Си оставляет в качестве базовой метрики только Кельвины для измерения температурных возмущений. Добавляю, значит, на схему, что третья базовая метрика – это Кельвины. Далее метрика номер 6 – зависимость температурных возмущений от времени. Опять применяется два разных способа. Первый способ – через распространение в диэлектрике в газах и через распространение в проводнике. Распространение в газе дает нам одну канделу, а распространение в проводнике дает 1 А. И эти величины имеют разный физический смысл, так как распространение температуры в газах зависит от всей структурной неидеальности диэлектрика. От того, что молекулы являются многогранниками, о чем я говорил в 68-м ролике. То есть распространение температуры от времени у нас несимметрично. Поэтому в международную систему ЕНС в качестве базовых метрик добавили обе метрики и канделу, и ампер. Тоже добавляю их на схему. Несопоставленными остались еще две метрики – вторая и пятая. Для измерения суммы гравитационных возмущений в объекте метрика номер 2 используется метрика, названная как килограмм. До недавнего времени это было просто сравнение с эталоном в виде платинового кирпича. А вот метрика номер 5, она у нас плотно завязана на время. Это dg по dt. Что же это такое? Распространение одномерного взаимодействия от времени у нас возможно только в одну сторону, а значит метрика номер 5 – ничто иное, как скорость. Что же нам предлагает международная система C для измерения скорости? Она нам добавляет величину 1 метра через скорость света. То есть скорость света – это распространение гравитационного возмущения g, и распространение гравитационного возмущения вполне себе можно измерить. Его измерили. И на базе этого измерения добавили новую метрику – 1 метр, как расстояние, проходящее этим возмущением, за одну 300 миллионную секунды. Как видим, все базовые метрики у нас в международной системе C взялись уже не с потолка, а имеют какой-то физический смысл, который я быстренько нарисовал на общей схеме. Но если до 2019 года для определения некоторых величин использовался эталон, например, как килограмм в сравнении просто с эталоном, то с 2019 года будет использоваться константное число. Более того, поменялась методика вычисления массы, ну, меры массы. Теперь масса считается вот по вот этой вот формуле, которую широко разрекламировали в СМИ. Изначально, когда для определения базовых метрических единиц использовали эталоны в виде кирпичей, то можно было говорить, что все метрики независимы друг от друга, ну, как независимы два разных кирпича. Но если вспомнить природу материи, что вначале идет одномерное возмущение, потом двухмерное, а потом уже атомы, то легко можно заметить, что какая-то связь между этими метриками все-таки должна быть на уровне первичной материи. Собственно, это и знали сто лет назад такие ученые, как Планк и Эйнштейн, которые также хотели выразить все базовые физические метрики через элементарные частицы. И вот эта связь, о которой я говорю, между гравитационным возмущением и температурным, заложена в том, что температурное возмущение есть совокупность, двух перпендикулярных одномерных гравитационных возмущений. Тут за дело взялся Батя Эйнштейн. Было придумано такое понятие, как энергия. По сути, это совокупность температурных возмущений тела, так как взаимодействовать трехмерный объект может только через температурные возмущения. Ну а далее, так как каждая температура на это два перпендикулярных возмущения, где каждое возмущение может распространяться со скоростью света, то энергия одного температурного возмущения может быть представлена как площадь квадрата, помноженная на массу объекта, ведь масса объекта это что-то такое, что мешает этой температуре не взаимодействовать с максимальной скоростью, со скоростью света. В итоге получается, что суммарная энергия тела равна массе, умноженной на c квадрат. И тут, кстати, нет никакого противоречия, так как в одно равенство были завязаны две выдуманные величины, энергия и масса. Если что-то не будет сходиться, то всегда можно подогнать размерность этих метрик, этих величин, что в общем-то всегда и делается в физике. Но физики пошли дальше. Они, научившись считать энергию одного измущения, как площадь нарисованного квадрата, физики стали суммировать площади всех таких квадратов, выдавая их за общую энергию тела после полного разложения его на электроны. Отсюда и родился миф про атомную бомбу, что если разложить всю материю объекта на температуру, то выделится очень много энергии, так называемая энергия атома. Хотя на самом деле эти возмущения будут векторными и направлены в разные стороны, что скорее всего даже векторно сократится. Но об этом обычно умалчивается. Все радуются теоретической возможности атомного взрыва с выделением большого количества энергии и тепла. Ну идем далее. Значит, в следующую веху физическую историю добавил Макс Планк. Жестуха Бандюгана! В проводниках было установлено, как ведет себя одна температурная частица от времени. Вот ее движение показано на экране. Так называемые фигуры Лесажу. Получаются они из-за колебаний векторов в одной температуре между собой. И в общем, насмотревшись на эти фигуры, можно сделать вывод, что площадь, которая будет заметать такое движение, обратно пропорциональна частоте колебаний между одномерными возмущениями. Ну а суммарная площадь, как было сказано ранее, это энергия. Отсюда и энергия, которую передает температурная частица, стала равной, согласно планку, произведению H на V, где H это какая-то постоянная, определяемая законами Вселенной. Ну а V, она обратно единица на частоту колебаний этой частицы. И вот эту вот постоянную планку в итоге научились как-то считать экспериментально. Ну а далее было все просто. Физики увидели два уравнения, где слева стоит энергия, и их приравняли. Отсюда и получается формула для массы, которая была показана в начале. И она верна, надо заметить, что только для температурного возмущения. То есть применение ее к трехмерному объекту вообще бессмысленно. Так как тогда масса получится равной нулю. Либо этот объект придется вначале разложить на температуру атомным взрывом. Ну возможно эта махинация с нулевой массой как раз и нужна физикам, чтобы развить квантовую физику и научиться телепортировать объекты в космос. В общем нет предела человеческой глупости. На этом я хотел бы закончить выпуск. Это наверное все, что я хотел сказать про базовые метрики международной системы Си. Они стали теперь более понятными и были придуманы не зря. А нулевую массу, которую нам вводят со следующего года, это оставим на совести физиков. Но однажды кто-то обнаружил, что масса есть, крупица массы. Но масса есть масса, верно? Все не так однозначно. А ты не смеешься, потому что лопух. Наши новые мероприятия нам берут нам более, чем мы никогда не думали.